Такой концентрации камер у депутатов еще не было. Видеоконференция с 23 пунктов, 5 в городе, остальные в муниципалитетах края. Отменить совсем сессию было нельзя. Первый главный вопрос – корректировка казны. Но резких движений пока нет. Депутаты продлили сроки внесения бюджетных планов на 2021 год. Продлеваем сроки внесения закона о краевом бюджете на 2021 год. Не ставим сегодня задачу такого резкого рассмотрения параметров изменения нашего краевого бюджета. Даем право правительству ввести расходы в соответствии с сложившейся обстановкой. И бюджетный кодекс сегодня эти вопросы позволяет. Допустим, приостановить расходы капитального характера, но при этом исполнять расходы социального характера. В следующем вопросе депутаты не были так солидарны. Вводить или не вводить с 1 июля налоговый режим для самозанятых. Они хотят в первую очередь мер прямой поддержки. То есть как это делается на Западе? Сегодняшние не самые простые времена. Это какая-никакая, но копейка в бюджетах регионах. Получается, что главная цель все-таки это не перевести такую категорию, как ИП с 6 до 4 процентов. А все-таки львиная доля в случае принятия данного налогового сбора, она коснется совершенно новой категории населения. Именно она будет облагаться налогом, хотя до этого никоим образом не облагалась. Им предлагается через этот инструмент войти в легальный наблюдаемый сектор и получить доступ помимо той инфраструктуры поддержки бизнеса, о которой я сказал, так и получить возможности социальных гарантий. И плюс меры господдержки, например, в случае пандемии. Так разработчики обосновывали необходимость принятия закона. В итоге 12 воздержавшихся, один против, один не голосовал. 50 голосов большинства, закон принят. Но и Стегнеев подчеркнул, выходить из налоговой тени будут только добровольно. Еще один важный вопрос – курортный сбор. До этого дня его выплату отсрочили до 10 сентября. Депутаты посчитали, такого срока мало. Устанавливается более длительный срок для перечисления курортного сбора в краевый бюджет. За период с 1 марта по 31 декабря до 10 января 2021 года. 58 за и благодарность от лица депутата Алтайского района Александра Демина. Не дать потонуть городу-курорту сейчас общая задача. Всего же депутаты приняли 6 законов. Как пройдет следующая сессия, пока не загадывают. Но все же отчет губернатора намерены прослушать в мае. Анастасия Дрога, Николай Шелко. День с толком.